Мы не всё нашли о Сильверхенде, Call of Duty, напустили много дыма, RDR2 на смартфоне, это и многое другое. В Киберновостях, ты на Сайбермете, прожимаем колокольчик, наливаем чайочек, садимся поудобнее, поехали. Казалось бы, в Киберпанк 2077 геймеры раскопали все пасхалки и отсылки, какие только могли найти. Но не тут-то было. Квест-директор игры в недавнем интервью сообщил, что поиски должны продолжиться, потому что ещё не всё найдено. Одна только сцена с телефоном, чего стоит. В ней имеется ещё несколько нераскрытых номеров, кроме тех, что ведут на Ведьмака и другие музыкальные произведения. Сколько секретов ещё осталось в игре или в каком направлении игрокам двигаться, чтобы их найти, сказано не было. Зато большой начальник из CD Projekt Red напомнил о том, что с января 2024 ведётся активная разработка сиквела Киберпанк 2077, что не может не радовать. Согласен? В Call of Duty засветили звёздные коллабы третьего сезона. Во-первых, возвращается главный пёс планеты Земля. Сейчас не про хатика. Snoop Dogg в игре обзавёлся знатным обликом. Во-вторых, в шутер залетели звёзды кино 70-80-х годов. А именно, небезызвестные Чич и Чонг. Да, парни бегают со столами, правда, имеется дополнительное применение последних. А как тебе такое ботаническое обновление колды? Когда кому-то скучно, но в наличии мозг непризнанного гения, то получается интересный эксперимент. Некий ютюбер решил запустить RDR2 в своём смартфоне. Ему это удалось. Правда, максимальный FPS всего 15. Тормозило всё знатно. Текстуры пропадали, про тени вообще лучше не говорить. Вели себя некорректно. Иногда из-за нагрузки вовсе пропадал звук. Кстати, это не первый подобный эксперимент от этого геймера. До этого он юзал GTA 4, Resident Evil 6 и Kingdom Come Deliverance. И самое забавное, некоторые запускались на мобиле имея 60 FPS и практически не тормозили. А чем занимаешься ты, когда тебе скучно? Напиши в комментариях. Разрабы Helldivers 2 так любят своих игроков, что устроили настоящую бурю. Так и есть. На игру появился патч, в котором пофиксили проблемы, но главное подняли на максимум карьерный уровень аж до 150. Теперь точки появления врагов сделали дальше от объекта, что тоже будет в плюс. Также многих порадует увеличенный урон у крупнокалиберной винтовки и доминатора. А в небе можно наблюдать новые боевые корабли. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Шагоходы автоматонов. С данной прелестью придется повозиться. А чтобы вообще жизнь Брайм не казалось для тебя снежной метели и песчаной буре, в которых ничего не разглядеть. Кстати, а какой у тебя уровень в игре? Обязательно напиши. И немного позитива. Играя именно в таком положении, вы получаете максимальное удовольствие от той или иной игры. Индонезийцы врать не будут. Точно так же, как и волшебник, что сотворил себе особый контроллер для Элден Ринг. И правда, зачем нужен какой-то джойстик, когда есть саксофон? На днях один экспериментатор сообщил, мол, мне удалось пройти игру. И это круто. Ведь мало того, что геймер потратил на все это три с половиной часа и месяцы тренировок, так он еще задудел всех боссов, не получив никакого урона. Это первое в мире такое прохождение при помощи вот вообще ни разу нестандартного контроллера. Будем ждать новые прохождения от этого великого. А к тебе лишь маленькая просьба. Прожать колокольчик? Это была Сайбер Мета. Скоро услышимся.